Далее вице-премьер-министр экономики Кристина Озган представила президенту подробную информацию о реализации мероприятий «Инвест-программы». Общий лимит инвестиционной программы, реализуемой в периоды 2023-2025 год, составляет 3 миллиарда 450 миллионов рублей. Здесь необходимо отметить, что изначально сама программа была утверждена с общим лимитом 4 миллиарда 50 миллионов рублей. Но в результате секвестра программа была сокращена за этот период времени порядка на 600 миллионов рублей. На текущий год, как отметила Кристина Озган, в инвестиционной программе предусмотрено 1 миллиард рублей. Часть средств уже освоена. На этот год у нас к освоению 1 миллиард 30 миллионов. Из них, значит, у нас освоено 258 миллионов рублей, что составляет 25% от лимита. Соответственно, остаток 771 миллион рублей. Отдельно министр экономики акцентировала внимание на конкретных мероприятиях, проводимых в столице и районах. В Сухуми в этом году приступят к строительству республиканской детской больницы. Также предусмотрены работы по укладке асфальтобетонного покрытия на улице Кагония и завершаются работы на улицах Абазинской, Джонуа и Гулия. В ряде районов республики запланированы ремонты дорог. Проектно-сметная документация на данный момент проходит экспертизу. По словам Кристины Озган, по ее итогам, скорее всего, придется пересматривать объем работ, так как лимиты выделенных средств не соответствуют нынешним ценам. По Гудаутскому району запланировано два участка автодороги. Это в селе Лыхне и в селе Хуап с незначительным лимитом 29 и 30 миллионов рублей. По Чемчирскому району зарезервированы средства в объеме 50 миллионов рублей на внутригородские дороги. По Кварчальскому району у нас по дорогам три мероприятия. Мы должны завершить в этом году Кварчалок-Армаро участок, там незначительный остаток. И автодороги Агубеде, и Кварчал проспект Свободы. По Гагарскому району лимит средств инвестпрограммы составляет 398 миллионов рублей. Это литерные объекты реконструкции ОПС Аллахадзе. Работы ведутся, продолжение мероприятий по отчественным сооружениям в Питсунде и устройство напорного коллектора КНС Питсунда. Контракт подписан, соответственно, приступили к работам. И оставшийся участок республиканской трассы, связанным был с укрепительными мероприятиями, незначительный остаток 52 миллиона рублей.